Дело в хамстве. Дело в том, что если, собственно, само общество хамоватое, а мы хамоваты в определенном смысле, то есть вот такая динамичная и многогранная жизнь, назовем это так, то есть она формирует такое явление, как общественное хамство. И общественное хамство, оно в том числе и существует на дороге. Дело в том, что представители власти, любые представители власти, это прежде всего часть этого общества. И они также подвержены всем тенденциям, которые в обществе есть. И если там, я не знаю, хамит один лопник на дороге, то почему бы не хамить власть имущему на дороге с мигалкой? Понимаете? Вот здесь корни. Здесь корни не в спецсигналах, я вас уверяю. Спецсигналы были всегда, но, тем не менее, в последнее время участились эти случаи ДТП с участием спецмашин, со спецсигналами, то есть государственных машин. Ну, я только с этим это связываю. То есть, ведь власть это зеркало, наше зеркало, зеркало нашей жизни, да? То есть, когда мы смотрим на представителей власти и говорим, что он кривой косой, на самом деле мы смотрим в зеркало и сами с собой разговариваем. По-другому к этому относиться просто нельзя. Друзья, это же люди, не упавшие с луны и не присланные к нам из какого-то другого континента или из другой страны. Это наши родные люди, которых мы, как общество, воспитали, научили, вскормили, и теперь они находятся на тех или иных руководящих постах. То есть, на самом деле, это мы и есть. И я думаю, что с хамством на дороге надо бороться, ну, у себя в голове, да? То есть, если все не будут хамить, то никто не будет хамить. Если этого хамства не будет, то и не будет. То это нет прямой зависимости от спецсигнала или там синего ведерка, да, на крыше. Это скорее в голове. Продолжение следует...